Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня поговорим на такую тему, как святой, святость, освящение. Я постараюсь очень просто это все изложить, потому что действительно это огромная тема и очень сложная. Но я хочу более просто поговорить, что такое святой, святость и освящение. Это немного запутанная тема, так как и я раньше думал, что это одинаково, как святой Бог и святой человек. Как-то они применялись, и они вместе, как-то их трудно соединить. Просто может получиться путаница, как со словом «лук», ведь его можно и кушать, а можно им и стрелять. Слово «праведность» — есть праведность Божья, а есть праведная жизнь человека. Есть святость Божья, а можно и свято жить человеку, тебе, мне. Раньше я думал, как о недостижимой жизни, но это довольно просто. Нужно только слушать то, что говорит тебе Бог, и исполнять. Ничего не понятно, так ведь? Давайте немного пройдемся по этому слову и пример из Священного Писания. За основу поста сегодня. Это место из книги Откровения, 22 глава, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный же дотворит правду еще, и святый доосвящается еще». «Святой доосвящается еще». Посмотрим более детально на два особых момента этого стиха. «Святой и освящается еще». Написано, что человек может быть святым, и со Словом Божьим не поспоришь, и я согласен. И еще, что очень важно, что он становится святым не один раз. А этот процесс может быть постоянным, да освящается еще. То есть, в одном из переводов написано. «Но тот, кто живет праведной жизнью, пусть продолжает жить праведно, и святой пусть продолжает жить свято». Это Откровение, 22 глава, 11 стих. Да, святым можно продолжать жить, и после того, как стал святым. Опять запутано, друзья. Надо войти дальше, посмотрим. «Стандарты освящения выбирают не люди». В Библии много мест, где написано, что людей делает святыми сам Бог. Например, книга «Исход», 31 глава, стихи 12-13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Исход, 31 глава, 12-13 стих. «Освящает себя не сам человек, а сам Бог, Господь, личной инициативой. От Него исходит именно святость, понимаете? Бог делает святыми, Бог освящает. Господь говорит Моисею, что Бог освящающий народ, а не народ Бога, друзья мои, делает святым, но Бог народ. То есть стандарты освящения выбирают не люди, а их дает Бог, Господь наш. Через освящение духа и веру. В Новом Завете освящает нас духом святым. 2 Фессалоникийцам 2 глава, 13 стих. «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение духа и веру истине, избрал вас ко спасению». 2 Фессалоникийцам 2 глава, 13 стих. В Новом Завете. Помните, как Бог Господь говорил Моисею, Он избрал и Сам освящает. Только в Новом Завете через освящение духа. Посмотрим, что говорит Иван Креститель про крещение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 3 глава, 11, 12, 13 стих. «Я крещу вас в воде, покаянии, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас духом святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галии на Иордан к Иоанну креститься от него». Матфея, 3 глава, 11, 13 стих. Иоанн говорит, что Иисус будет крестить духом святым и огнем. «Кого, друзья мои, будет крестить? Меня, вас, духом святым». Когда вы, я, мы приходим к Богу в искренней молитве покаяния, через веру в Иисуса Христа, в то, что Он сделал для нас на кресте, и что Он воскрес, то Бог прощает нам грехи наши, очищает нас и исполняет нас духом святым. Святость – это работа Духа Святого. Иисус Христос через Духа Святого очищает нас один раз сразу, а потом мы под ведением Духа Святого меняем нашу жизнь, и этот процесс называется крещение вас Духом Святым и огнем. Вы прошли крещение, освящение сразу и получив Духа Святого. Теперь в вас и с вами живет Дух Святой, и, соответственно, и вы святы. В вас и с вами сам Дух Святой, друзья мои. Всегда помните об этом. И присутствие в вас и с вами Духа Святого делает и вас святыми. Вы святы. Вы народ Божий. Вы народ, который сам лично Иисус Христос крестит Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его. Он чистит гумно свое и собирает пшеницу свою в житницу. Лопата в Его руке. Он чистит свое гумно и собирает свою житницу. Он теперь освящает вас для себя, друзья мои. Для себя. Святость – это быть, и все больше и больше похожим быть на Иисуса Христа и на Его жизнь. На поступки. Святость мы приобретаем через подчинение Его заповедям. И святость – это работа Духа Святого в нас и в нашей жизни. Дух Святой освящает и ведет. Он будет работать с вашим характером. Ведь Он внутри вас. Вы – храм Бога Живого. Будет менять характер, привычки, мысли. А мысли, друзья мои, как только Дух Святой приходит и Бог нас исполняет Духом Святым, мысли меняются сразу. То есть Дух Святой будет помогать вам, всем, меняться изнутри. Человеку поменять другого человека невозможно, но Богу возможно все. Дух Святой помогает вам в жизни. Он показывает, какие поступки убрать, какие добавить, как правильно поступать в различных ситуациях. Дух Святой может даже научить вас чему-либо. И даже дать физической силы. Дух Святой – это наша святость в сегодняшнем дне. Друзья, когда мы пришли к Богу в искренней молитве через веру в Иисуса Христа, помните, что Бог вас простил и исполнил Духом Святым. Теперь наша, ваша жизнь – это все больше и больше быть похожим на Иисуса Христа. А все лишнее уйдет из вашей жизни. И это будет делать Дух Святой, который живет с нами и в вас. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...